дорогие друзья всем привет мне тут под последним видео очень много написали вопросов как переехать в беларусь наступила весна в общем уже потеплело скоро лето и очень многие люди которые всю зиму думали о том чтобы переехать сюда вот начали мне задавать вопросы я конечно же отвечал других своих роликах как сюда переехать но наверное эти сведения разрозненные теле или эти ролики уже давно вышли их никто не видит на канале поэтому я решила снять такой общий ролик о том как переехать в беларусь какие основные вопросы вот и что вас здесь ждет но единственное что хочу сказать это касается только россиян потому что я переехала сама из россии и поэтому как переезжать из других республик бывших нашего советского союза я не знаю с украины там с казахстана я этих сведений не знаю поэтому ничего говорить не буду вы скажу только то что касается людей с российским паспортом россиян для тех зрителей которые впервые на моем канале скажу что я переехала в беларусь в 2016 году 1 августа так получилось легко запомнить эту дату но мне по крайней мере живое сейчас в гродинской области в гродинском районе в деревне вообще но так получилось что переезжала в гродно но через полгода жизни здесь встретила своего нынешнего мужа вышла замуж за гражданина беларуси и теперь мы живем с ним в деревне в гродинском районе но об этом вы можете все посмотреть на моем канале ну и опять же переезжала я четыре с половиной года назад в шестнадцатом году тогда были совершенно другие правила переезда и проезда границы сейчас многое изменилось в мире все наверное уже в курсе я так думаю поэтому друзья я буду говорить сведения которые актуальны на сегодняшний день сегодня у нас 17 апреля вот что на сегодняшний день актуально какие правила я вам это все и расскажу они сами понимаете они могут измениться в любой момент ну а начать я хочу с вокзала потому что наверное многие из приезжающих поедут сюда на поезде благо что сейчас сообщение железнодорожное открыли ходят поезда между москву и минска между санкт-петербургом и минском и вот-вот запускается поезд минск адлер то есть люди уже но с большей географии скажем так россии могут приехать беларусь для проезда на поезде нужно только билет купить и сделать тест пцр который действителен в течение 72 часов на момент пересечения границы сведения о проверке этого теста очень противоречивые кто-то говорит что проверяет кто-то говорит что не проверяет в общем все говорят совершенно разное но друзья лучше его наверное сделать это что касается того если вы едете на поезде больше никаких оснований для пересечения границы россии беларусь для пассажиров поездов не нужно только тест пцр все покупаете билеты запасайтесь тестом садитесь поезд и спокойно приезжайте в минск ну либо воршу или в какой-то другой город что касается дальнейшего перемещения по территории беларусь то здесь вам не нужны будут паспорта потому что железнодорожные билеты и билеты на автобус которые следуют только в пределах республики беларусь продаются без паспорта просто приходите в кассу покупайте билет никто ничего с вас не спросит вот то есть из минска вы сможете уехать в любой конец беларуси на поезде либо электрички ну либо например на поезде потом пересесть на автобус и уже не знаю там кто ведь куда вот едет поэтому смотрите уже там дальше сами я так понимаю что тем кто сюда переезжает важно пересечь границу ну а дальше уже вы сами выбираете куда вы здесь поедете в какой регион но если вы решили прилететь беларусь на самолете я конечно не в минском аэропорту а всего лишь только в гродненском уж до минска не поехала далековато то принципе на вас действуют те же правила что и до пассажиров поездов нужен тест пцр вот в аэропорту москвы точно его проверяют и без него на самолет не сажают с остальных аэропортов не знаю но наверное тоже проверяют беларуси никто ничего не проверяет при прилете в общем всем уже все равно вот основание для въезда на самолете тоже никаких не нужно только тест пцр мой билет на самолет сам собой ну и конечно самый интересный момент это пересечении границы на автомобиле потому что многие естественно хотят ехать со своими автомобилями не хотят их оставлять в россии вот да и это и удобнее багажа много перевезешь и всех членов семьи и собак и кошек и рыбок и в общем даже попугаев но с автомобилями пока все сложно друзья на автомобиле вы можете въехать только по основанию основанием является наличие близких родственников беларуси это родители дети либо мужья и жены все даже братья и сестры вот как я сегодня только читала братья сестры внуки там внучки бабушки не считаются близкими родственниками представляете вот то есть если у вас вот вам так повезло что у вас есть вот такие близкие родственники в беларуси у них есть гражданство либо внж белорусская то запросив у них эти документы фотографии или копии распечатки и предоставив документы подтверждающие ваше родство это свидетельство рождение свидетельство о браке и так далее но вы сами все знаете уже по документам люди все взрослые вот то вы проезжаете на границе говорят что записывают там это все дело в компьютер но и собственно по моему потом никуда это не девается то есть это все как бы записывается но нигде это потом не отражается то есть вы проезжаете границу и все и едете куда хотите никто вас там не считает сколько раз вы проехали потому что есть люди которые вот ездят буквально там каждый месяц а то и по два раза в месяц через границу и им никто не говорит что вы так часто ездите и так далее вот не забудьте о том что если вы едете на автомобиле то необходимо купить зеленую карту которая действует на территорию беларусь есть зеленая карта для действия на территории европы там входит и беларусь кстати но вам зачем на всю европу если вы только сюда едете поэтому покупайте только на беларусь купить ее можно рядом с границей буквально там куча всяческих киосков зеленая карта сейчас стоит около 800 рублей российских честно говоря я сейчас уже не помню это на две недели полную стоимость я вам приведу посмотрю в интернете и сделаю таблицу вам покажу сколько это все стоит вот ну а опять же вы можете в интернете все найти вся эта информация есть на сайте страховых компаний вся эта информация есть можете все посмотреть все вы тоже люди большие уже до кнопками клавиатуры пользоваться умеете вот если вдруг вы купили например страховку там на месяц и она у вас кончилась здесь уже а вы на территории беларуси и например в город на до границы 500 километров то можно купить страховку в любом страховом киоске страховых киосков здесь я не знаю наверное в каждом торговом центре вот на вокзале целых две штуки на улице просто они стоят то есть здесь везде ну нет такой проблемы чтобы купить страховку на автомобиль все то же самое ценник будет тот же самый кстати единственное что оплата только с карты и она считается здесь в евро ну как бы у вас должна быть на карте либо сумма белорусских рублях либо сумма в российских рублях но спишется она по курсу евро ну вот такие вот здесь правила ну а если у вас нет родственников беларуси то тогда сложнее конечно нужно будет купить либо путевку в санаторий и предоставить ее на границе либо сделать трудовой договор с фирмы которая зарегистрирована на территории беларуси ну или на свой страх и риск поехать просто так как сделали алексей оксана герои моего предыдущего ролика просто сказали на границе что мы едем на пмж и обратно в россию мы не собираемся возвращаться вот все въехав опять же на территории беларусь вы совершенно свободно можете двигаться куда угодно в пределах границ как говорится в любую деревню в любой город вы можете ехать свободно не нарушая правил дорожного движения потому что штрафы точно также считаются и вас могут остановить любой милицейский пункт или ну то что стоят гаи на дороге и проверить вас по базе база на российские номера действует два месяца то есть есть вот вы вчера въехали и сегодня вы уже нарушили правила при выше превысили скорость или еще что то то и вас камера сфоткала то вы уже в базе если вас остановит гаи сотрудники гаи то вас оштрафуют штрафы здесь платится сразу на месте здесь нет никаких постановлений если у вас нет денег заплатить штраф то просто изымаются права идете в пункт оплаты оплачиваете штраф и с этой квитанции приезжаете уже в гаи вам права дадут обратно вот так но на это время выдается там временная справка или что уж не знаю я честно говоря оплатила только один раз и заплатила сразу но я это рассказывал уже в своих роликах как это так получилось обычно я правила стараюсь не нарушать вот что касается въезда на въезда на автомобиле именно сейчас на 17 апреля правила могут извиниться измениться в любой момент вы сами это все знаете вот и вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... ...чтобы ее арендовать на первое время, чтобы пожить, посмотреть, что здесь и как. Недвижимость снять здесь тоже довольно легко. Заключается договор с владельцем квартиры или дома. И все. Отдаете ему деньги, обговоренную сумму. И, собственно, можете жить. По этому договору вы можете получить регистрацию по месту своего временного пребывания. Если вам нужна эта регистрация, это нужно тем, кто хочет устроиться на работу, тем, кому нужно срочно отдавать детей в детские садики, школы и так далее. Если вам это не срочно, то в течение 90 дней граждане России могут находиться на территории Беларуси без регистрации. Просто жить себе спокойненько. После того, как вы сняли себе жилье или купили его, это уж у кого как получится, вам нужно прийти в АВИР. Вот сзади меня это здание. Например, в Гродно. Одно из, они по районам распределены. И подать заявление на регистрацию по месту вашего жительства. Потом эта регистрация вам понадобится при оформлении ВНЖ, если вы, естественно, решите его делать. Может быть, кто-то не захочет этого делать. Ну что, друзья, подведем итоги. Для того, чтобы россиянину переехать в Беларусь, нужно решить, куда он поедет. Ну, вы куда поедете. То есть определиться с регионом жительства, где вы хотите жить. Ну, или хотя бы куда вы первоначально переедете. Правильно? Вот. Ну, это логично. Приобрести билеты на одно из транспортных средств, самолет, либо поезд. Моря, к сожалению, здесь нет. Поэтому морским путем не получится сюда добраться. Либо запастись какими-то документами для основания пересечения границы на автомобиле. И, собственно, собрать вещи и приехать в Беларусь. Здесь вы снимаете жилье, квартиру, дом, что вашей душе угодно, и на что хватает ваших денег. Соответственно, смотрите, нравится вам, здесь не нравится. Пару дней. Если вам нужна будет работа, нужно будет устраивать детей в садике, в школы и так далее, детские поликлиники и т.д. и т.п. Если вы идете, делаете регистрацию, после того, как вы сделаете регистрацию по месту своего временного пребывания или постоянного пребывания, если вы купите уже недвижимость здесь, то вы можете подавать заявление на ВНЖ, то бишь вид на жительство. Сначала он дается на 2 года, потом продляется еще на 5 лет, если по вашему желанию. И уже после 7 лет проживания в Беларуси с ВНЖ, вы можете подать заявление на гражданство. Для россиян существует какая-то там упрощенная схема. Получение гражданства, честно говоря, я пока ее не изучала, поэтому по этому вопросу не могу вам ничего сказать. Вот и все. Регистрация вам дает право здесь на работу, на устройство детей, но не дает право на бесплатную медицинскую помощь. Если вы хотите, вам нужно на поликлинике, больнице и т.д., но особенно если вы с детьми переезжаете, это уж 100% они вам понадобятся, то, конечно, желательно сделать с ВНЖ. Вот, с ВНЖ медицинская помощь бесплатна, любая. Если у вас ВНЖ нет, то вам бесплатно будет оказываться только экстренная помощь. Ну, там, аппендицит, например, или что-то такое. Ногу вы сломали руку, то есть вам гипс наложат бесплатно. Вот. Ну, вот и все. Так как на границе в паспорте россиян не делается никаких отметок о том, что граница была пересечена, то, собственно, здесь никто никак не сможет проверить, когда вы сюда въехали. Вот. Поэтому те 90 дней, в общем-то, могут начинаться каждый день, по сути дела. И если вам говорю, что не нужны там обустройства детей, не нужна поликлиника, больница и так далее, то, собственно, можно жить и без регистрации. Например, у кого удаленная работа, вы просто снимаете здесь жилье, живете в свое удовольствие и все. Как бы нет такого... Ну, по закону, конечно, да, по закону вы должны делать регистрацию. Но, с другой стороны, может, вы выезжали в Россию буквально вчера и там... Вернее, позавчера выезжали, вчера вернулись. То есть проверить это нереально. Да, собственно, никто и не проверяет. Если честно, это... Только говорят, что Беларусь такая страна последнего диктатора в Европе. На самом деле здесь, по-моему, никому ни до чего нет дела. Никто не проверяет никаких паспортов, документов там. Ну, на машину, естественно, проверяют, когда там ГАИ останавливают. А вот на улице или там на вокзале никто ничего проверять у вас не будет. Вот. Поэтому, если вы не будете участвовать в протестных акциях, если вы не будете нарушать общественный порядок, да, ну, все знаете, наверное, законы уголовного и административного кодекса, то до вас никому не будет дела здесь. Если вы просто приехали сюда, чтобы жить здесь, ну, обычной человеческой жизнью, как говорится. Вот. И самое главное, да, чуть не забыла, тем, кто собирается здесь делать регистрацию в НЖ и так далее, возьмите справку о несудимости. Она действительно в течение трех месяцев. Поэтому вот смотрите. Но если вдруг она у вас здесь закончилась, то ничего страшного, ну, срок ее действия закончился, или вы ее не взяли, то ничего страшного, ее можно заказать через российское посольство в Минске. Но тогда вам придется съездить в Минск. То есть это лично делается. Вот. И вам тогда сделают ее, ну, чтобы вам не выезжать обратно там. Потому что, ну, мало ли, уже нужно будет ехать там очень далеко, да и некогда. Вот. То есть этот вопрос решаем со справкой, если вдруг вот так вот. Ну, лучше ее, конечно, взять еще в России. Она делает через госуслуги. Вот. Заказывайте ее через госуслуги и, собственно, забирайте в отделе внутренних дел своего района. Ну, там скажут вам все, где ее нужно забирать. Вот. Медицинская справка делается здесь. Друзья, будьте готовы, что она стоит денег, и не маленьких денег. Я, честно говоря, сейчас не знаю, сколько она стоит. Когда мы ее делали, то она стоила 6 тысяч российских рублей. Ну, если на российские. Оплата была, естественно, на белорусских. Вот. Деньги здесь только белорусские рубли. Ни российские рубли, ни доллары здесь не принимаются. Раньше они принимались, теперь нет. Поэтому будьте к этому готовы. Только все обменивается в обменных пунктах, и, соответственно, расчеты только белорусских рублях. Ну, и, конечно, нужно будет заплатить за госпошлины. И при получении регистрации, при получении ВНЖ, не знаю тоже, сколько сейчас это базовых единиц, нужно, наверное, тоже будет посмотреть в интернете. Если я найду, я вам напишу этими титрами. Вот. Поэтому, друзья, естественно, деньги с собой нужно везти. И рассчитывать на то, что вы не сразу здесь, например, найдете работу. Ну, если у вас нет удаленной работы, которая всегда с вами. И нужно будет платить за какие-то справки, за какие-то госпошлины, за ту же квартиру. Ну, и все такое прочее. Ну, вот, наверное, и все. Если какие-то у вас вопросы будут, пишите в комментариях. Расскажу. Может быть, я что-то еще, конечно, и забыла, но если вспомню, добавлю в комментарии тогда. Вот. Всем до новых встреч. Всех была рада видеть. Всем пока. Ну, а если кто-то из переезжающих среди всех прекрасных городов Беларуси выберет Гродно, то добро пожаловать, друзья. Я лично влюблена в этот город. Влюблена, не знаю, я не могу каждый раз, когда я здесь. Мне кажется, что лучше города на свете нет. Если честно. Не знаю, почему. Даже если вы не захотите жить в Гродно, все равно сюда приезжайте. Я думаю, вы будете в восторге. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok